Всем привет! В эфире программа Headliner и сегодня в выпуске. Ни гайморит, ни былые обиды экс-участниц Кэши не помешали устроить шоу. Как Сосо Павляшвили помог вылечить горло певицы Адеми, когда одна настоящая подруга дороже тысячи подписчиков в Инстаграм. Самый успешный герлс-бенд страны группа Кэши громко отпраздновала свое десятилетие. Концерт, которого ждали тысячи фанатов, посетила Жанья Шеребжанова. Пол страны ассоциирует слово Кэшью не с индийским орехом, а с тремя красавицами с сильнейшим вокалом. Коллектив стал кузницей для многих певиц, которые затем ушли в одиночное плавание. Участницы золотого состава Камшат Жолдыбаева и Айдана Меденова стали ведущими вечера, подчеркнув тем самым, что они не забыли свое происхождение. Нынешний состав включает в себя Жолды Сомыргали, Болжан Бедаш и Акбуту Нур. На их плечи легла высокая ответственность. Не разочаровать давних поклонников Кэшью. Я просто как продюсер видела все заминки, все недочеты. И, конечно, меня они расстраивают, но все-таки больше это телевизионная версия. Конечно, есть такое волшебное слово, как монтаж. Девочки, молодой состав, которым всего год, вы видели, как они выросли. Уже можно ими гордиться. В зрительном зале можно было заметить местных селебритис и даже семью Баян Максатовны в полном составе. Дуэт Салау стал одной из многочисленных изюминок вечера. Песня «Уэлком ту Казахстан» взорвала зрительный зал. Нам бы хотелось достичь такой же популярности, как у них. Правда. Кстати, изначально трек «Уэлком ту Казахстан» был записан для Кэшью, но она стала песней из нашего репертуара. Сегодня они взяли реванш. Танцевальные номера, свежие и старые хиты группы, смелый видео-арт свидетельствовали о серьезной подготовке к юбилейному концерту. Но какой ценой? Подготовка была такой интенсивной, что мы теперь не знаем, зачем вставать по утрам. В какой-то момент организм каждой из нас сказал «нет». У меня гайморит, у болжан ухо залилось водой после съемок в бассейне, а у бота бешено колотится сердце при сильном волнении. Но как только мы увидели улыбки зрителей, стало легче выступать. Мы хотим отблагодарить всех, кто помог в организации, и всех тех, кто пришел. Вопреки слухам, концерт в Астане не планируется. Что ж, кто не успел, тот опоздал. Жене Шеребжанова Илья Иванько, хедлайнер. Казалось бы, лишь пару месяцев назад Сосо Павлиашвили выпустил песню «От Астаны до Москвы». Однако его интерес к нашей стране лишь растет. Мало сосу дуэта с Айкином. На этот раз он спелся с обладательницей второго места на конкурсе «Новая волна-2015». Певица Динара Каирова, выступающая под псевдонимом Адемы, и Сосо Павлиашвили записали совместную композицию «В моем сердце весна». Интерес к певице у грузинского исполнителя появился сразу после ее победы на «Новой волне-2015» в Сочи. Небольшая товарищеская услуга только скрепила их дружбу. Я вела программу, у меня были проблемы большие со связками. Он говорит, слушай, я купил себе одни леденцы. Не зная, почему я купил две упаковки, наверное, все-таки это одна была предназначена для тебя. И вот благодаря его упаковочке с этими леденцами я улетела на следующий день давать свой концерт в Актау, и я выдержала. Не зря девушка завоевала приз зрительских симпатий тогда в Сочи, ведь она действительно переживает за народ. Хотя это немножко не мой стиль, она очень такая подвижная. Как раз таки вот, мне кажется, сейчас в наше время немножко вот этот кризис, немножко народ все равно приунылый. Вообще, с событиями, которые происходят вообще в Казахстане, мне кажется, немножко и так депрессивно, и петь совсем такие песни, а я пою в основном такие песни, немножко, мне кажется, неуместно. Весна – это такое понятие, в моем сердце весна, то есть любовь. Можно ее петь и зимой. В самое ближайшее время слушатели обеих стран смогут оценить продукт казахстанско-грузинского тандема. А уже летом на трек снимут видеоклип в нерезиновой. Но и это еще не все. А я хочу сказать, что Сосо мне подарил еще одну песню. В том песне написанная, по-моему, у меня еще не было. Он говорит, послушай, я послушала, я говорю, вы знаете, я, наверное, бы ее спела немножко по-другому. Он говорит, вперед. Что ж, Сосо умеет вдохновить. Результаты такого небольшого мотивационного тренинга мы увидим совсем скоро. Жене Шеребжанова Илья Иванько – хедлайнер. Задушевная беседа, веселое времяпрепровождение – это лучшее, чем можно заняться в перерыве между гастролями. А если можно вместе дуэт записать, это вообще отлично. Давайте посмотрим на селемрити, с которых связывают друг с другом не только схожие занятия, но и крепкие дружеские узы. Борьба за музыкальные награды не мешает Кэти Перри и Риане дружить. Кэти не одобрила возобновление общения Рианы и Криса Брауна, а барабадоская певица, в свою очередь, поддержала Кэти, когда та разводилась с Расселом Брэндом. Сейчас они обе очень заняты, но при возможности стараются увидеться. Как известно, Виктория Бекхэм никогда не улыбается. И только Ева Лангория может заставить Пош приподнять уста. Подругами они стали после переезда семейства Бекхэм в Лос-Анджелес. Товарищество длится по сей день, судя по свежим фотоскан и свадьбы Евы Макпал Исабекова и Дельнас Ахмадиева. Обе подозреваются в неуплате налогов, записывают дуэт и хихикают над комментариями в Инстаграме. Дельнас также вводит дружбу с Баян Есентаевой. Но самой давней соратницей Баян Махсатовны является телеведущая Мадина Болгабаева. Сегодня их дружбе больше 20 лет, о чем и свидетельствуют старые фотографии. Распад группы Даус Интернешнл не повлиял на отношения двух певиц с идеальной внешностью и красивым голосом. Рано Умарова, недавно родившая сына и пока бездетная Осель Садвакасова, пока еще умудряются найти общие темы для теплой беседы. К вышеупомянутому тандему можно добавить Луину или До. Такой вот стайкой знаменитых девушек они частенько появляются на светских мероприятиях. Изобретение – это техническое или интеллектуальное построение, обладающее принципиальной новизной. На краунфайдинговых сайтах можно полюбоваться самыми разными устройствами, которых поныне не существовало. Мы отобрали самые интересные из них. Мягкая игрушка, рассказывающая истории из своей несуществующей жизни, помогает детям стать более откровенными. Звучит нелепо, однако сегодня, когда родители заняты как никогда прежде, а их чадо завалено домашними заданиями, за душевным разговором не осталось места. По словам изобретателей, игрушка помогает развить эмоциональный интеллект. Если вы ломаете голову над тем, как заставить ребенка пить больше воды, умная бутыль вам в помощь. В нее встроен виртуальный питомец, который живет и радуется, только при условии, что его маленький хозяин пьет достаточно жидкости. Даже странно, что такую лампу не придумали раньше. Ориентируясь на движение в комнате, абажур нового поколения включает и выключает свет. Теперь не нужно искать выключатель в темноте. Кроме того, вы сможете почувствовать себя магом, ведь пассы руками регулируют интенсивность света. Питаться едой из разогретого в микроволновке пластика токсично. Если вам надоело жевать сухие, несвежие бутерброды, то вам понравится смарт-ланчбокс. Он медленно разогревает содержимое к тому времени, к которому вы назначите. Еда остается теплой еще долгое время. Активная занятость Мэрай Керри и явная нехватка финансов у Эминема. А также самое страшное месть и героические поступки звезд. Смотрите подробности последних событий со «Звездного Олимпа». Мэрай Керри совсем скоро выйдет замуж за миллиардера, но это совсем не означает, что звезда будет спокойно потягивать коктейли в загородных домах. Певица подписалась на съемки сразу в трех фильмах американского телеканала. Помимо того, что она будет в главной роли, Керри станет еще режиссером и автором песен. Маршал Мэттерс, больше известный как Эминем, распродает кирпичи от собственного дома в Детройте. Родовое гнездо было снесено несколько лет назад, но рэпер бережно хранил все остатки в сарае. Ну а теперь решил избавиться от хлама, подзаработав на этом. Также на сайте известного исполнителя можно приобрести фирменную майку, старые кассеты и жетон. Не верите в подлинность? Эминем все продумал и вложил в наборы специальный сертификат. Никогда не изменяйте женщинам, их месть может дойти до апогея своей изощренности. В сетях появилось сообщение 29-летнего мужчины о спасении. Пользователь по имени Reddit не знает, что делать секс с возлюбленной, потому что она мешает ему наслаждаться жизнью. Причина всей ситуации в том, что девушка скидает спойлеры любимого сериала «Игры престолов» и любыми путями сообщает, кто следующим погибнет в известной кинокартине. Парень просил о помощи, но пользователи соцсетей примкнули к рядам спойлерщиков. Героический поступок Брэда Питта разлетелся по интернет-паутине со скоростью света. Актер спас маленькую девочку, которую чуть не задавила толпа фанатов, жаждущая селфи с голливудской звездой. Все произошло на съемочной площадке нового фильма в Испании. Актер заметил ребенка, помог выбраться из хауса за заграждение и передал ее охраннику. Нелли Ергалиева, Хедлайнер. На этом все. Смотрите программу Хедлайнер по будням в 20.55. Будьте в курсе самых актуальных событий и подписывайтесь на наш аккаунт в Instagram собачка.хиттв.кз. Также не забываем настраивать свои радиоприемники на Волну 102.2, ведь именно на NRG FM собраны лучшие хиты зарубежных и казахстанских исполнителей. С вами была Инура. До встречи. Пока.